Значит, добрый день, дорогие друзья! Я сейчас закончил работу над книгой «Сланцы. Начало войны». И вот эта дорога, где вы расположены, от Пскова до Нарвы, была вот вся, воевали немцы по ней шли. И, конечно, был бой здесь 19-20 июля, в преддверии деревни Гостицы. Вот, воевал наш сланцевский 552-й полк, который базировался в мае 1941 года на улице Кирова. Четыре вот здания этого полка были. Значит, два дальних здания к 11-му кварталу – это казармы, а к 47-му два здания. Это были квартирного типа. Жили офицеры, старшины, командировочные, ну и так далее. То есть 552-й полк стрелковый. Но до него в сланцах стоял 320-й стрелковый полк, о котором мы не знаем. А вот о 552-м более-менее что-то известно. Немного. История полка, конечно же, не написана. И её можно по разным источникам восстанавливать. Я копался в интернете, в книгах. У нас есть две книги сланцы. 64-го года «Афонский» и 88-й наш редактор Василий Васильевич Иванов написал. Так вот, о профессиональных военных, которые стояли в сланцах, в этих книгах ничего нету. Почему? А потому что крайне неудачно начиналась война в сланцовском районе для профессионалов и предпочитали об этом молчать. У нас всегда начинается история войны с рассказов Симченкова, который в террористических рейдах участвовал, в отряде Знаменского. Знаменский – это был герой Советского Союза. Его назначили на партизанскую такую работу. И они очень краткий период в сланцах воевали. В пределах двух месяцев. И всё. Всё остальное время Симченков воевал в других местах. Тем не менее, приоритет, конечно, отдан был почему-то партизанам. Профессиональные военные тут целый месяц дрались. Немцы шли от Пскова с боями. Отступала от Пскова 118-я стрелковая дивизия, которую возглавлял такой генерал Головацкий. Он, значит, во Пскове получил мощный удар. Эта дивизия получила от гитлеровцев. Дивизия была на две части разбита. Одна часть в сторону Логи двинулась отступать. Вторая на Гдов. Ну, в районе Гдова у Ям дрались. Вот. Потом Кунестье такая река. Там стычки были. А во Гдове, значит, получился котёл. Немцы окружили 118-ю дивизию. И там ещё были морячки, там молодые. И наши туда добровольцы какие-то были кинуты. Другие какие-то части отступали, вот, неорганизованные. Котёл в Агдове был. Наших там погибло больше тысячи, немцы говорят. Плен взяли больше тысячи. Тысяча умудрилась на катерах Чудской флотилии уплыть из Гдова, из окружения. Немцы буквально в смысле стреляли с этого, с пирса подступающим. Куда? Корабли эвакуировали на Нарский перешеек в Сыринец. Вот это, в Аськнар. Туда, значит, тысяча ушла. Остальная вся махина разрозненная хлынула по дороге на Сланце. Через подолежье Верхоляны немцы со стороны Чернёва окружили. Вышли на эту дорогу на Сланцевскую и давай в лоб палить. Это было, значит, Верхоляны все мы знаем и Полично. В двух-трёх местах немцы вышли. Наши солдатики с машин пососкакивали и по кустам бросились. Ну что, если тебя в лоб прут немцы стреляют? Танки, артиллерия. У нас даже танков не было. Даже самолёты не помогали. На машинах вот отступали панически. И в такой ситуации начали отступать лесами. Часть, значит, вдоль Плюсы пошли, а часть по той дороге, которая на Скамью вдоль Чудкового озера. Там же ещё одна дорога есть, если знаете. От Гдова до Скамьи. Вот шли там лесами. Здесь, значит, от Чернёва, от Подолешья вдоль Плюсы. Переправились в правобережье Плюсы. Там с партизанами. Потом в левобережье. И дошли до Ужова. В левобережье большая группа наших шла. Несколько тысяч человек из окружения. И в районе Ужова дорога железная подходит. И подходит шоссе. Подходит. Там немцы. И, значит, в районе Ужова начали переправляться в правобережье Плюсы. И правобережью пошли уже до Сланцев. Вышли в районе устья реки Вейнки или Руя. Руя, да? Вот где улица Красная? Руйка там, по-моему, да, втекает? Да, там Руйка. Вот пишут, значит, один из которых отступал. Лебедев, по-моему, фамилия, книжку выпустил. Мы вышли там 21-го числа. А наши источники пишут, что сланцы взяли 18-го. Вот идут разночтения. По документам, вот по этой книге, 20-го сланцы еще были здесь взрывали. В общем, разночтения даже в датах. Короче, в районе Руй 21-го вышли. Это, получается, улица Красная. И вот этот Лебедев пишет. Нас было порядка трех тысяч человек лесами. Голодные шли, без связи шли. Связи не было. Ни самолеты, пушки побросали. В Обскове 118-й дивизии пришлось бросить 800 коней в окружении. 100 автомобилей, порядка 8 зенитных пулеметов, какая-то артиллерия. По кустам тащить на сланцы было пушки невозможно. То есть всю артиллерию там оставил. Генерал Головацкий написал, что вот так и так, я связи не имею. Вот он написал еще в Кунести. И пишет, что из сланцев приехал с 552-й дивизии представитель туда, загдол в Кунести. Тоже без связи. Понимаете? Связи нет. И как воевать? Непонятно. Вот. Все без связи. Головацкий на судне ушел. Сыренец. На этот самый... Васька Нарва это называется. Место сбора он там назначил. Кто как доберется, вот туда. На левый берег Наровы. Ну и 19-го числа его взяли НКВДшники под суд и расстреляли за оставление, без боя, вот, типа, оставление своей части. Его командир штаба, начальник штаба пошел с теми людьми, которые вдоль плюсы шли. Пошел и вышел. Видать, до сюда дошли. И на Веймарн он вышел. На Кингисев. Начальник штаба. Сейчас тоже не помню. Тоже был арестован органами НКВД. И где-то 19-го, уже 118-я дивизия получила нового командира. Сейчас фамилию навскидку не помню. А как же здесь в Госсицах какие-то стычки были? Первоначально наш Ланцевский полк 552-й, который здесь всего полмесяца в мае пробыл. Они прибыли к числа 15-го. Их сразу туда, на Нарову, бросили. Вдоль Наровой. Рассчитывали, что немцы пойдут через Прибалтику, через Эстонию. Потом немцы прорвались от Пскова. Надо срочно с Наровой снимать людей и ставить поперек Гдовской дороги. И как же 552-й полк пошел? Он пошел по Куландиной дороге. Понимаете? В Трояр, значит, деревня, значит, Радовель. И сюда пришли к гостицам. На Куландиной дороге в двух километрах от Большого шоссе там стояло два кордона. Эстонский и, значит, русский, советский. И там, собственно, они базировались. Один кордон, эстонский, мы ему сегодня можем в Печурках видеть. Большое здание в Печурках. Это кордон, где пограничники. Здесь такие же были. Теперь у нас еще было Демешкино, такое полувоенизированное поселение. Много разговоров идет, что там живут пограничники, жили. И вот мне голова сказал, что поселок назывался Пограничников. Но там еще базировалась четвертая школа ПЗО. Такая вот полувоенизированная структура. Да, Демешкинская школа ПЗО. Мальчишек призвали перед самой войной. Числа 20-го. Они должны были приступить к занятиям. Ну и что, собственно. И надо эвакуироваться. И про них уже толком и забыли. Потому что 16-го числа последний эклон исландцев ушел. А мальчишек много. Одно ФЗО. Другое ФЗО. Седьмое было. На Горниковой там. Там больше трехсот человек пацанов. Вот предыдущий выпуск был. 350 человек. В Демешкино 190. Вот. И там интересно. На трубе написано 38-й год. Демешкино. Если увидите. Приедете туда. Построено из красного кирпича. Что говорит, что это довоенные постройки. Вот как наши казармы на Кирово. Все красного кирпича. Это довоенные все постройки. 35-й, 37-й год. Казармы в шланцах строили. Военный городок. Где же производили кирпич? Возле вокзала здесь был кирпичный завод. Вот это поле большое. Там, видать, кирпичи сушили, обжигали. Как что было сказать трудно. Другие же строения в сланцах начали из сланцезольного кирпича делать. Завод. Все мы знаем. Кирпичный завод. Вот. Основные улицы были ИТР и, значит, Горняковая. Ну, были и другие улицы. Значит, Демешкина знаковая. Пацанов много скопилось. Понимаете? Больше трехсот человек. Мальчики, которых не увезли. Существуют документы, что этих мальчишек пешком отправили из сланцов. Набрали колонну. Человек семьсот. И они пошли вот пешком на Веймар. А там уже, видать, не ходили поезда. Там еще дальше пошли. В район Гатчина. В Гатчине, видать, их посадили. И, значит, эта школа была вывезена в Куйбышев. Там расформирована. Вот. Все, конечно, в армию попали. Это был такой полувоенное заведение. Там же, вот, очевидно, какая-то были и пограничники. Документов пока не найдено. Теперь. Когда, значит, 552-й полк. Вот табличка у нас есть. На, возле музея здания, знаете, где у нас дом детского творчества. Кирова-16. И вот отметили, что в этом здании в начале войны располагался 552-й стрелковый полк 191-й дивизии. В памяти сланцовчан, воевавших в составе этого полка. В этом полку, по некоторым сведениям, было 20 человек наших, земляков. Может быть, больше. Один из ветеранов вспоминает, что вот 20 человек добровольцев туда попало. Сколько всего в полку было по штату военного времени, сказать сложно. Вот. Может быть, тысяча, может быть, меньше. Когда офицеры сюда прибыли в середине мая, не успели даже чемоданы жены распаковать и жены подъехать. Тут же полк бросили в Нарву. Один на западную окраину, один на восточную. И до укомплектации. Первоначально полк формировался на Карельском перешейке. Оттуда они пешком пришли. Представляете, марш-бородки какие были. По 200 километров. Пока не будем, это самое. И, значит, полк первоначально после Нарвы опять сюда бросили. И по Нарву его расположили. И они должны были по картам до деревни Рожки снимать плацдарма. От скамьи до Рожек. Три человека в скамье погибло. Немцы пошли по той дороге, которая вдоль Чудского озера идет. Через лединки там вот. На скамью, на Козлов берег есть такая дорога. Хорошая дорога и до сих пор пограничники. Вот оттуда 552-й сюда гостицам перебросили. Основная масса немцев шла по этой дороге. Гдов-Саланца. И вот здесь стычка большая была. Беда наших, что они мосты не взорвали. Пележский мост остался. Железнодорожный в Гавриловском остался. И Кировский мост остались целы для врага. Как специально. В 40-м разобрали. В Гавриловском мост через Плюсу был. Что он древний был, да, революционный. Там был деревянный мост. Хлебки в 40-м разбирали. Вот три моста остались. И немцы хлынули откуда? С Новоселья танки поперли. Через Пележский мост и через Попковую гору. Вот. В Попковой горе, горе там, по-моему, 546-й полк дислоцировался. Который пришел из Кенгисепа через Приноровье. 546-й. И 549-й из Уснаровой пришел на народе. Там стал. На случай, что оттуда пойдут немцы. Значит, на территории Сланцевского района воевали 552-й и 546-й стрелковые полки 191-й стрелковой дивизии. Ветераны этой дивизии выпустили книгу такую с боями от Ленинграда до Шверина. Вот. Это, значит, книга была написана в 98-м году. И тех, кто воевал в Сланцах, там уже к моменту написания книги практически не было. Очень мало. Один Сланцевчанин воевал в этом полку. Его опрашивал краевед Пронин. И у того хватило ума ничего не опросить вот о Сланцах. Или же не напечатали эти мемуары пронинские. Вот. Значит, наш Сланцевский полк, большой боевой путь, до Германии дошли, до 1945 года воевали. Здесь есть, значит, конечно, о гостицах есть. Вот. Но вот так вот, не документально, а вот, что здесь были бои. Где бои были? Надо смотреть. Раз они вышли с Куландиной дороги, я думаю, и ударили во флаг немцам. Значит, там где-то стычка и была. Плюс к этому полку были приписаны артиллеристы. Там 484-й стрелковый полк или какой-то другой. Сказать трудно. Какой-то батальон этого полка 552-го с Муравьёва базировался. Стабная карта в интернете есть. Была ли там стычка? Не знаю. Два самолёта в Агдове было нашли и потеряно. Вот. Могли они где-то быть. В Верхолянах аэродром базировался. Начинал в Чернёва. И, значит, с Муравьёва. Вот. С Муравьёва какой-то батальон 552-го полка находился. И, значит, на Куландиной дороге. Где, значит, пограничные заставы были. Эстонская, русская. Вот они здесь врезали по немцам. Конечно, сильно не могли ударить. Немцы превосходили, по некоторым данным, восемь раз по численности танков. Самолёты могли быть, артиллерия мощная. У нас, к сожалению, танки нигде здесь не прослеживаются. От Пскова до Нарвы. Я там за Гдовом не знаю. Может, и были. А вот на этом участке, от Гдова до Нарвы, о танках нигде упоминания о русских нет. Не было танков. Даже вот снаряды не смогли с улицы Кирова все вывезти. 20-го, 21-го года лично их взрывал такой Прохоров, который работал вроде там в исполкоме сланцевском. Вот свидетельство есть. Пишет Симченков, что он взрывал 20-го. Значит, один отступающий пишет, что 21-го тоже взрывали. Было не вывезти снаряды, гранаты все. Надо было уничтожать. Теперь что-то такое. Значит, вот такая ситуация. Наши пишут везде, во всех источниках, что 18-го сланца взяли. А вот в этой книге, 191-я дивизия, пишут, что 20-го взяли. Такой вот Головацкий пишет, что мой разведбатальон 18-го еще в сланцах находится. То есть, вот эта дата проблематичная. Я склонен верить, что вот этой книге, что 20-го... Ну что? До этого, значит, был мой большой. 14-го, 15-го, 16-го. Был в районе деревни Долгое, Долгое озеро, Канерский лагерь. Там такая деревня есть, Лосева гора. Немцы пошли вдоль Самро через Заручье на Старополье. И, значит, и на Ложголова, на Загорье. И там наш 546-й полк, Кенгисевский, во фланг им ударил. И там немножко постреляли. Потерь у нас было 20 человек. Там официально написали в отчетах, что немцев якобы сотня убили. Несколько танков, сколько сказать трудно, 2-3 там. Ну, небольшой бой там был. Это был первый бой в нашем районе. Он более-менее освещен. И вот после войны местные жители стали говорить, что мы там 200 трупов закопали в этом, в Лосевой горе. Вот эти утверждения легендарными представляются. Они не подтверждаются документально. Документально найдено 17 человек, грубо 20 в официальных отчетах. Столько, собственно. Немцы, значит, своих там зарыли. Сколько-то в районе Заручья, поскольку наши начали бомбить. На территории пионерского лагеря «Салют». Знаете, многие. Там, значит, немецкое кладбище сохранилось без видимых следов захоронения. Что же у вас с захоронениями в Госсицах? Вот эта вот стричка у Куландиной дороги, бой фактически, наши пишут, большие потери были. Может быть, кто-то со временем из местных патриотов съездит в архив в Подольск, в Москву, там, посмотрит. Материалы этого боя. Каковы же потери? Вот в мемуарах этого ничего нет. Большие потери. Все пишут. В Госсицах были. Артиллеристы, значит, и, значит, пехотинцы боевые. Где их закапывали? Сказать трудно. Может быть, на этом кладбище. Или же прямо на месте боя прикопали в какие-то воронки и в траншеи. И так могло быть. Кто закапывал? Пленные могли закапывать, местные жители. Я слышал, что... Вот один тут пишет, солдат, что мы отступали, деревня горела. Какая деревня? Он не пишет. Может, Госсицы, может, большие поля, может, станция. Вот. Трудно сказать. Такие мемуары неконкретные. Вот. Конкретики по этому бою особо нет. Но... Теперь. Конечно, когда война заканчивалась, здесь госпиталей много было. Об этом писал Лукашев Андрей Дмитриевич. Он написал, что здесь семь госпиталей было. И госпиталя хоронили возле каждого госпиталя. Такая традиция. А потом начали вот на это кладбище свозить. Может, туда и свозили. И вот участников этого боя 19-го, 20-го. Причем интересно, что бой 20-го немцы, Госсицы, взяли 20-го июля. Это меньше, чем за месяц после начала войны. И 20-го они уже перебросивался бой в район деревни Низы. Низы – это засланцев 15 верст приблизительно. От Нарвы 16. Там деревенька была. И там были позиции. То есть бой тут же быстро проскатить. 40 верст – это для машин, для танков элементарно. И там тоже 552-й, и там и 546-й, и 549-й. Там уже они друг друга начали сменять. Бой, значит, в Низах был пару дней. Потом отошли на Устье Плюсы. За Низами недалеко было Устье реки Плюсы. Вот там, значит. И там уже фронт стабилизировался. И там уже наши части стали продвигаться некоторые в район Ложголова. Ложголова – это Лужский рубеж, конец Сланцевского района современного. Там бои тоже были длительные. На реке Луги был большой, значит, сделан такой рубеж. 250 километров, 300 до Новгорода. От начала Нарвы. Там тоже у нас неудачи были, но долго сопротивлялись. Там тоже мосты немцы взяли. В Лядах взяли, в Савске взяли. И, значит, в Ивановском взяли. Вот как наши воевали, что мосты отдавали. Очень хитро немцы поступали. Окружение окружали хитро. Быстро продвигались. У них моторизованные части были. А мы что там? Вот Симченков пишет, в Чернева наших послали добровольцев, исландцев, 50 человек. Что они там могли сделать? По 100 патронов дали. Что это такое? Ну и гранаты там с бензином. Он пишет, что мы там 15 танков уничтожили. Вот это факты, конечно, легендарные. Товарищ Симченков рассказывал нам. Вот там в Агдове смеются над этим. Там есть такой исследователь, ну, дегат, значит. Вот он строго на документах основывает свои изыскания. И вот он меня выругал. Говорит, зачем ты вот эти воспоминания даешь наших корейведов, старшей пары, которые ничего не знали? Собственно, были эта тема военная табуизирована. Понимаете? Все было засекречено. И вот недавно появился сайт такой. Сайт называется «Память народа». Это сайт Министерства обороны ведет. Вот там они обнародовали документы. И там можно сгенерировать такую карту. Вот той или иной боевой части. Вот который у нас. Полк сланцевский, 552-й. Там четко указано. Первое место дислокации – гостицы. Вот Куландина дорога. Первое. Второе место дислокации. Там за печурками в лесу. Они прошли где-то вот здесь. Параллельно вот здесь немцы по большой дороге, а наши где-то лесом. И там есть то ли Макаров, Хуров, там где-то тоже стояли за печурками, а не период. А потом уже продвинулись в район, значит, за низы, устья, плюсы. И там уже пошло доформирование полков, прибавление. Люди отъезжали в госпиталь в госпиталь в Питер, в Питер, в Гатчину. Вот мой дед был призван, я даже не знаю где, по дороге от Веймана до Гатчины где-то его взяли и в армию забрели. Он с какого-то рыболовецкого колхоза, с Гдовского, пытался мою бабку догнать, семью. Бабка жила на Горняково и уехали в эвакуации. Дед сзади попёрся, схватили. И мы считали деда пропавшим без власти. В ходе этой, значит, написания книги я нашёл, где мой дед воевал. Воевал в истоке этой Невы, там Нева, где вытекается Ладоги, там бои. Его ранили, по-моему, 42-й год. В госпиталь попал в центре Петербурга, Ленинграда. И там умер, и где-то похоронен там вот.